Здравствуйте! В эфире программа «Выбор» в студии Сырымжит Интагарова и поговорим сегодня о перспективах строительства здания для Театра Байкал. Гала-концертом 29 июня в Театре оперы и балета завершились юбилейные мероприятия Бурятского национального театра «Песни и танцы Байкал». К 75-летнему юбилею коллективу было что вспомнить и что показать своим многочисленным и преданным зрителям. Благо, у Байкала богатая и славная история. Но самое главное, сегодня наш знаменитый театр далеко не монумент былой славы, а живой и развивающийся творческий организм, полный сил и талантов, с мощью способной заряжать свои позитивные и созидательные энергии не только нас, жителей Бурятии, но и всех людей, открытых по знанию красоты и мудрости мира. К счастью, таковых немало. Победа Театра Байкала во всероссийском шоу «Танцуют все» была сопряжена с невероятным количеством голосов россиян, которые отдали предпочтение танцевальным выступлениям именно нашего театра. Таким образом, выяснилось, что в Бурятии есть интеллектуальный творческий продукт, который пользуется спросом у множества потребителей за пределами республики. Готовый бренд распиаренный на главном федеральном телеканале страны. Вот он тот счастливый случай развить успех. Однако Бурятия к этому оказалась не готова, как и в 2011 году, когда правительство республики буквально как курица лапой отбилось от федеральных денег на строительство здания для Байкала со словами, что оно нам без надобности, и все это хотел Кибадлуева. Так и сейчас, когда уже практически весь мир сказал, что не гоже театр такого уровня оставлять бездомным. Причем профессионалы и любители в своих мнениях исключительно единодушны. У меня как частное лицо всегда занимало вопрос, почему Байкалу сейчас 75 лет. Это как человек, проживший свою жизнь до 75 лет, не имеющий своего дома. Так не бывает. Какой-нибудь дом есть. А это, конечно, много талантливых артистов, коллективов театральных и в республике у нас. Но так полно, ярко и емко, наверное, может представлять только театр Байкал. Всю свою культуру, народ свой, красивый, очень красочный. Там, когда вот они выступают, в принципе, знать не надо язык, все понятно, все выразительно. Я очень надеюсь, что у Байкала будет свой дом. Не будут же вечно 75 лет китайцы, как бременские музыканты. Надо же договорить, что у них своего нет театра. Но так удивляет, мягко выражаясь. Я думаю, что нет равнодушного человека в этом вопросе. Я думаю, что если провести голосование, мне кажется, каждый проголосует за такое, за решение этого вопроса. О Бурятии многие знают, только благодаря театру Байкала. И я уж не знаю, к лучшему или к худшему. Может быть, это не так хорошо, но, тем не менее, это факт. Благодаря своему искусству, благодаря своему творчеству Байкал укрепляет мнение о Бурятии и в России, и, наверное, во всем мире. Потому что мне кажется, что вот этот коллектив, он заслуживает международного признания в том числе. Но весь мир подождет. Ведь у Бурятии, как обычно, есть дела поважнее бездомного театра. Давно уже нет на посту министра культуры России Александра Авдеева, который ратовал за строительство здания для Байкала. Наши же чиновники, которые взяли было тогда под козырек, и сейчас в большинстве своем сидят, не тужат, и как будто даже над всеми потешаются. В открытых источниках средств массовой информации была новость, что правительство уже изыскало какой-то земельный участок для строительства театра, здания для театра Байкала. Правда это, неправда? Что за участок и вообще какова ситуация по строительству? Ну, этот вопрос давно тянется. Но при этом я такого участка не слышал, не видел. Разгоров при мне такого не было. Могу бы откровенно вам сказать. С другой стороны, конечно, наш театр прекрасный, молодцы. Театр есть выдающийся в Москве Моисеев, помните? Он тоже бездомный. У меня такая аналогия для себя провел, думаю, надо же. А репетиционный зал и прочие дела, мы ведь театр очень хороший сделали. Поэтому давайте, значит, вы тоже, депутат народного хурава, подумайте, где изыскать средства. Сегодня театр построить полтора миллиарда надо. Минимум. Это я по минимуму сказал. Как наши чиновники объяснят, что в Сибири не нашлось земли для театра, неизвестно. Но нет сомнений, что растолкует и весьма красноречиво. Всем известно, что кто хочет, тот ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Этим, судя по всему, не один год и занимается исполнительная власть региона по отношению к проблеме строительства здания для театра «Байкал». – Дорожок, почему же вопрос, насколько я себя помню, да, вот, ближайшие там 8 лет, да, сколько жаргала работает, сколько мы с вами общаемся, всегда вопрос по строительству зданий стоял. Вот так можно гипотетически предположить, да, что если бы Министерство культуры в тот момент, когда необходимость появилась при объединении трех крупных коллективов в один, да, оркестр, Бадмас-СССР, да, и театр «Байкал», собственно, который стал основой в итоге. Вот с того момента, если бы Министерство культуры взяло на себя функцию лобби, могло бы здание уже быть построено или нет все-таки? Наверное, да, потому что мы бы ощущали, допустим, как бы даже если не, то есть на моральном уровне мы бы ощущали поддержку Министерства культуры. Потому что в свое время, когда еще Владимир Борисович Прокопьев был министром, да, ну, перед своим уходом он говорил, что в 2017 году у вас будет здание. Театр на общей планерке всех директоров он объявлял, что у вас будет здание. Ну, он ушел. После прихода, значит, нового министра политика, конечно, совсем изменилась. И мы стали, как бы, как все пишут, мы стали патчерицей. Не знаю, почему. Почему, не знаю. Ну, если бы Министерство культуры, оно само бы хотело, да, то оно бы будировало вопрос, оно пробивало бы в Хурале, там, правительстве, там, на федеральном уровне, давайте, это наш, там, оплот нашей культуры, давайте будем поддерживать, давайте, да. То есть мы бы видели это, но когда мы этого не видим, то мы вынуждены стараться сами ходить, сами, ну, вот, к тем, которые понимают, в Хурал пойти, ну, как бы, больше нам некуда идти. И, наверное, да, если бы Министерство культуры хотело бы, то, наверное, это бы вопрос двигался бы уже давно. Чиновникам Бурятии, безусловно, было не очень комфортно, когда Байкал победил в шоу «Танцуют все». Триумф в театре невольно высветил многолетний чиновничий саботаж, проблем, связанных с отсутствием у него собственного здания. Но региональная власть этот стресс уже благополучно пережила, демонстрируя хорошую мину при плохой игре. И, как видите, основания подозревать, что чиновничий саботаж продолжается, есть. Как я директор говорю, да, мы, конечно, в очень трудном положении, театр Байкал. Ну, вы все знаете, что у нас своей площадки нету, потому что нам приходится все время таскать, вытаскивать, утаскивать, там это грузить, монтировать. У нас нет возможности, что-то какие-то интересные проекты, которые вот у нас есть, у Жаргала есть куча новых, новых проектов. Просто у нас нет возможностей, ну, конечно, денег нету. Вы сами понимаете, культура, она очень мало субсидируется. Все говорят, а вы кто, то есть, я говорю, ну, нужно какие-то приоритетные же направления иметь. Допустим, если Байкал, визитная карточка, республики, там, в России и так далее, и так далее, ну, вы же должны по-другому подойти к этому, приоритетно. Ну, а вы кто такие? Ну, все другие так же работают. И с этим я уже сколько хожу, это бесполезно. То есть, никакого приоритета нету, ничего нету, все денег нету. И как бы, то есть, мы не ощущаем какой-то моральной, даже не то что финансовой поддержки, мы не ощущаем даже моральной поддержки такой. И, конечно, это очень плохо и как-то обидно, потому что мы же стараемся же, как бы, за культуру, состояние культурного пространства нашей республики, ну, в итоге России и так далее. Мы же не для себя просим, чтобы там какой-то построили мне дом или Ирий дом или Жаргаву дом, к примеру, да? А мы же говорим, а вообще о национальной культуре, культуре нашей республики. Это же как бы духовная культура нашего народа, нашего народа нашей республики, это же очень важно. То, что мы сейчас делали, к примеру, ну, вышли победителями, конечно, могли не быть победителями, но работа наших артистов, то есть нашего вот творческих руководителей, это просто вывело вот именно, да, и как то, что именно республику Бурятии, культуру Бурятии признали на таком огромном вообще пространстве России, да? Мы даже, когда поехали, мы даже не могли знать, а мы буряты, мы из Бурятии, нам какой-нибудь, даже если мы были очень хорошие, нам дадут какое-то такое поощрительное, ну, второе или третье место, да? Ну, и ладно, и все. И мы были даже этому рады, но в итоге-то оказалось, что все-таки мы шли по правильному пути. Как бы в итоге не подтвердились опасения директора театра «Байкал» Дандара Бадлуева, которыми он делился на пресс-конференции по случаю победы в шоу, танцуют все. Мы очень много ходили, Жаргал и другие наши руководители. Депутаты Хурала очень нас сильно поддерживают, единственные кто, да? И они прямо так болеют за нас, и они как бы собрали сами вот такие совещания, несколько три было совещания с приглашением города, архитектуры, мин. имущества. Вот. И вопрос как бы сдвинулся с места, но пока Алексеем Самбовичем в Рио пока еще, я думаю, что, наверное, он должен собрать какой-то оргкомитет, создать для того, чтобы он поручение дал городу о выделении земли там, и другим имуществу, и так далее, другим учреждениям, допустим, нашему, Министерству культуры, чтобы они проработали все это. Но пока это пока еще нету. Пока такие были просто хорошие намерения, вот, Хурала. И мы, конечно, очень сильно хотим, двигаемся к этому, и вот работаем, Принстал Борисович Михайлов, вот, архитекторы, которые нам помогают. Вот. И мы надеемся, что оно должно двинуться. Ну, пока еще не знаем, потому что пока такая эйфория, и как бы потом не забылось все это. Народ и его представители, депутаты Народного хурала Республики Бурятия заказ исполнительной власти на строительство здания для театра «Байкал» неоднократно озвучивали. Но сегодня действительно надежда, что в бюджете изыщутся полтора миллиарда рублей на эти цели, очень мало. Чудо произойдет, если все проникнутся этой задачей и у нас, и в федеральном центре. Убеждать же друг друга можно как высокопарными словами и овациями в адрес Байкала, так и конкретными делами. Например, сбором средств с миру по нитке. Миллион от Аркадия Цибикова, сто тысяч от семьи Ханхалаевых, суммы от других дарителей и пенсенатов. Главное, процесс пошел. И дело здесь вовсе не в размерах пожертвований, и не в том, что нереально собрать таким образом миллиард, а в демонстрации решимости и воли всех нас, вопреки препонам, построить здание для театра «Байкал». Убедить всех, кого нужно, что мы эту проблему просто так не оставим. Тогда, возможно, и будет помощь оттуда, откуда уже не ждали. Тем более, что в республике немало объектов, построенных методом народной стройки. Дацанов, церквей, спортивных залов, клубов и памятников. Об этом же говорил гость ночи Йохара Егор Дружинин, отвечая на вопросы бурятских журналистов, как нам все-таки решить проблему со строительством здания для театра «Байкал». Мне кажется, что можно привлекать в том числе и средства, которые общественность могла бы выделять, потому что с миру по нитке, а, знаете, это может быть существенно. А во-вторых, наверняка нужно разговаривать с потенциальными какими-то инвесторами, которые тоже могут помочь. Потому что я думаю, что первое, что могут сделать власти, это выделить землю. А вот сделать так, чтобы строительство осуществилось, в том числе могут помочь индивидуальные предприниматели, какие-то большие компании, инвесторы. У нас в России есть огромное количество и фестивалей, и театральных, ну, скажем так, театров, да, театральных труб, которые существуют практически исключительно на частные средства. Да, у них есть государственная помощь, но она очень небольшая. Те амбиции, которые есть вот у этих театров, вот тот объем постановок, который театр себе позволяет, возможен только благодаря частным инвестициям. Даже не инвестициям, инвестициям это что-то, что возвращается, а просто, ну, дарителям, меценатам. Я надеюсь, что те, кто меня слышит, будь то власти Республики Бурятия, будь то люди, которые находятся в правительстве, будь то простые жители Бурятии, благодарные зрители коллектива Байкал, или люди, которые держат в своих руках какие-то серьезные компании, бизнес, большие компании. Мне кажется, что если вы меня слышите, то вам, конечно же, будут признательные потомки, если вы посодействуете созданию театра, театрального помещения для ансамбля Байкал. Мне кажется, что дело это благое и полезное. Тем более, что меценатство и вот такого рода, как бы, дарительство, оно всегда было очень популярно на Руси, особенно до революции. И сейчас эта традиция возвращается, ее тоже не стоит забывать. Вся страна видела, как самоотверженно артисты театра Байкал бились за честь нашей Республики в неимоверно трудных состязаниях на главном телеканале страны. Вся Россия, СНГ и зарубежья, все о нас услышали, потому что раньше мы много ездили, но были такие локальные, мы узнаваемые были, да? Ну, город, там какая-то страна, город страны какой-то. А сейчас просто такая возможность была, что абсолютно все узнали, что такое Бурятия, что такое бурятский народ, что такое бурятская культура. Просто это у нас самая важная вообще миссия такая оказалась. И думаю, что, наверное, мы сделали очень огромное дело для нашей Республики, для нашего народа, для нашей культуры. Культура — это, народ — это объединяющий вообще фактор, да? Вокруг культуру все должны собираться, потому что оно незримо от чего-то, оно ведет наверх туда. Потому что это, ну как, мы как бы такие, мы бескорыстные все, чистые душой, сердцем люди, мы тут работаем, зарплата маленькая, говорю, и все, и работаем, работаем, работаем. И я все время говорю, наверное, в другой жизни нам, наверное, там воздастся, я думаю. В другой жизни всем, конечно, обязательно воздастся, но неплохо было бы, чтобы это случалось хотя бы иногда здесь и сейчас. Тем более, что о желании создать Супер-Республику у нас сегодня говорят на самом высоком уровне. А это станет возможным, если каждый будет выполнять свою важную миссию самоотверженно и бескорыстно, так, как это делает сегодня Театр Байкал. Миллион вы выиграли, хотелось бы узнать, на что вы потратите. Если мы сообща подумали и решили все-таки Боинг сделать, то есть благодеяние, мы должны, у нас есть подшеркный коллектив, верхний интуи, детский коллектив, которому мы помогаем. Ну, конечно, мы им должны, то есть то, что мы с радостью поделиться, детям надо какую-то часть отдать. Главное, что те из нас, кто идет сегодня в авангарде общества, будь то наши артисты, спортсмены, ученые, создатели и труженики, чувствовали за собой поддержку своей республики, своего народа. И дело не только в вознаграждении, поощрении отличившихся. По большому счету, проблема строительства зданий для Театра Байкал это проверка всех нас, жителей Бурятии, насколько мы сегодня способны консолидировать энергию, силы и средства в решении важных жизненных задач. Это была программа «Выбор». До свидания, до новых встреч.